Здравствуйте мои пернатые друзья! Сегодня у нас будет очередной выпуск в Анапа. Как вы уже видите, я полностью добрался до серебряного составчика и будут выходить теперь на замену только бестовые рарные серебряные футболисты. Я также собрал гибрид, он также очень хорош будет. В прошлом выпуске напомню, что мы сменили 6 футболистов, это стало рекордом за все выпуски в Анапа. Ну хотя, если быть честным, там были соперники полное говно. Надеюсь, что в этом выпуске мне выпадут боевитые составы, а не те куски бронзовые, которые мне выпадали из-за малого рейтинга клуба. Вот так вот иногда этот рейтинг вообще похуй, блять, у тебя будет рейтинг 60, а тебе выпадет команда с рейтингом 80, а иногда, блять, тебе ищут по рейтингу прям соперника. Это, блять, ебаная FIFA, ребята. В общем, ладно, я пойду искать соперника, надеюсь, это займет не очень долго времени, а то обычно, когда я записываю в Анап, блять, найти соперника под этот состав просто анрил. Так, я нашел соперника в серебряном кубке, еб твою мать, это японцы, ебаные, корейцы, казахи, кому как угодно, блять. Гейл помчался, помчался, малыш, помчался, блять, нам нужны голы. Так, так, здесь Варди, чуть-чуть, блять, не получилось, но мяч у нас, Бертала, опять ниже, и стипи здесь. И давай замах, ой, хорошо, и пробили, ебать, неплохо пробили, в принципе, даже мяч в угол полетел, они, как обычно, по центру, и голкиперу пришлось выручать, все нормально. Ух, нихуя себе, какой пас на выход, это голка, нихуя себе, что сделал Маноны, вы, блять, это видели, пиздец, я в ахуе. А пробьем, Гейл, подкруточка, ой-ой-ой, опасно, как летел мяч, ну, хоть какой-то опасный момент с нашей стороны, а то вообще моментов нету, там, наверное, по ударам, 2-2-3-3, где-то так будет примерно. Ошибается соперник, надо наказывать, надо наказывать, так, спокойно, Варди, Варди здесь, и Гейлу, вот туда, на ход, на ход, Гейлу, и открываем счет, похуй, что не стипи. Мы делаем задел для себя, соперник пойдет в атаку, и будет еще шанс у нас забить, стипи, плетик косо, и отличная атака, здесь Варди придержал мяч, и вот такой пас на выход, Гейл слева. Охуенные эти пацаны из Англии, просто, просто классные, их будет жалко, нет? Да ебаный рот, это ж привоз, а, ебать, все спокойно, в принципе, отбились, нихуя, Макеев пробежал мимо. Блядь, что делают, что делал Маноны, что сделал, блядь, Маноны, в упор, сука, отбил, в упор, блядь, именно отбил, не в него мяч. Там, пиздец, вот это я, конечно, тупил в обороне, но, блядь, что сделал Маноны, снова Маноны выручил. Ну, стипи здесь, на ход для стипи, что ли, ох, нихуя себе, что стипи делает. И прострел, блядь, ну куда ж ты простреливаешь, дядя стипи, блядь. И снова момент, стипи, стипи вывозит, как Торбинский, в дальний шмаляй, да еб твою мать, накрыли. Под себя, под себя, зайка, да Торбинский, еб твою, накрыли, все накрыли. Какая атака опасная могла быть с голевым действием нашего капитана. Так, ну и по моментам, как я и говорил, два против трех по ударам, точность пасов 58-69, тоже, о чем я и говорил, много брака в атаках. Поэтому второй тайм будет такой же напряженный, погнали. Ой, еб твою на заброс, прошел Антонини, блядь, провалился Антонини, и все-таки он сравнялся, Манона не вытащил. Ну, пиздец, рановато он сравнял, обидненько. Тем более, так глупо, заброс, заброс, и на тебе гол, Албрайтон. Варди, ну беги, 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 да еб, ну почему он сам взял, остановился, он что, ебанутый, блядь. Так, и стипи там дальше, и вколачивай стипи, ну прям в голкипера, пиздец. Там охуенно кто-то забежал, Санта-Крочи, ну пиздец, а в сайт еще саны. Пытаюсь весь второй тайм распасовать соперника, нихуя, то брак, то, блядь, заблокируют. Ну, может, на такой ошибке можно впоймать его. Так, Варди, здесь спокойно, спокойно, Варди, Варди, ну стипи, еб твою мать, и пробей, пробей, да сразу же нажал удар, хули не бьешь, стипи, ну еб твою мать, что за провальный второй тайм. Ну, пошла атака, пошла, Гейл, стипи, как хорошо корпусом сыграл ниже, Гейлу дальше, да еб твою мать, нахуй ты возвращался вниз. Блетикоса, блетикоса, давай, расстреливай. Охуеть, блядь, да как это не попасть, пиздец. Я думал, это верный гол, еб твою мать, это первый момент во втором тайме, такой верный мимо. Просто охуеть. Да, блядь, Десильвестри, как он, сука, сейчас, да что, штрафной, да ты охуел, сука, кусок ёбаного судишки, блядь, с какого хуя там, блядь, фолты сейчас поставил. Не дай бог мне, блядь, забьют, сука. Десильвестри, вообще, блядь, мимо футболиста, еб твою мать, пролетел, и, сука, штрафной он мне стоит. Какой гнида, не дай бог сейчас, если этот рыжий китайц, ёбаный, блядь, рзай, блядь, ёбаный, блядь, розыгрыш был, и Маноны в упор снова вытащил. Санта-Крочи лучшие игроки этого матча, просто охуенные футболисты. Санта-Крочи, ну ёб твою мать, ну единственный провал в матче, слава богу, мимо, блядь. Единственный провал в матче в Санта-Крочи, и, блядь, такой момент опасный привозят, пиздец. Ну, 90-ая минута, соперник во втором тайме, конечно, поопаснее, у меня, блядь, я пытаюсь распасовать его, нихуя ничего не выходит, а у него вот такие вот тупые забросы, тупые, блядь, хуйни от моей забороны, и, ну-ка, снова Маноны, блядь, мне просто язык всё заплетается к хуям собачьим, блядь, пиздец, какой нервный матч получил. Давай, Степи, вот здесь можно решать, блядь, Гейлу, я в сайт, сука, вовсайт отдал. Ну, и второй тайм заканчивается, да, один удар у меня был во втором тайме, но какой, блядь, был моментиши, просто, блядь, безумный. Как Степи не попал я в ахуе до сих пор. Ну, и после этого момента нас просто перекатали, надеюсь, в дополнительное время я это исправлю, как-то соберусь. Блядь, сука, у соперник тут же заебать, да как это всё, блядь, как они мимо пробежали, блядь. Ёбаные инвалиды, на одного защитника не переключилось, другого просто бежали, что за пиздец. Блядь, в центре поля такая хуйня, ёбаный в рот, блядь. Собрался, нахуй, сука, ёбаный кусок. Почему у меня на того, да и Сильвестри не переключилось, я, блядь, хотел ебучий подкат под удар сделать. Мне, блядь, переключилось на саного ёбаного Макеева или кого там, блядь. Сука, красную давай ему за этот подкат ебучий. Да жёлтая, ты чё, сука, охуел? Какого хуя этого рыжего казаха не удалили сейчас, блядь? Пидорас латинский, сука, или кто это, блядь? Мулат какой-то, индус ебучий, блядь. Подсуживает ёбаным казахам, блядь. Давай, блядь, переключайся, сука, Антонини, блядь. Макеев вообще похуй на футбол, похоже. Стоял, блядь, смотрел, блядь, на казахов, блядь. На казахские попки, ёбаный Евгений, блядь. Ну всем похуй, всем похуй, всех обижали. Да какая пенальти, сука, в мяч было, блядь? Какого хуя тогда мяч от ног Санта-Кроща отлетел, блядь, пошла в мяч Сырена. Ёбаный судья, блядь, ебучий индус, блядь. Что это за говно? Я просто вахую с этого второго тайма, блядь. С дополнительного времени, точнее. Пиздец просто. Блядь, он поменял игрока, значит он не будет бить по центру. Будет бить куда-то в угол. Левша, ну я полагаю, он закрутит куда-нибудь в угол, прям в 9. Так, будем падать, не знаю, пока не знаю, куда будем падать. А вот так упадем. Ебать, Манонный тащит, сука, сосать, ебучий казак, блядь. Сейчас еще во втором тайме, блядь. Во втором тайме, дополнительного времени мы тебя перейдем к хуям, блядь. Сосать, сука, Манонный красавчик. А точнее я красавчик, блядь. Боже, опять ебаный заброс проходит. Да куда, да это, блядь, все проходит. Сука! Два ебаных мяча соперника с самого конченного заброса, когда игроки просто нахуй затупили. Классный матч, блядь. Супер игра соперника, блядь. Так, хорошая подача, фирменная в дальний угол. Здесь стоит один вардер. Кто? Антонини. Это кусок дерьма, блядь. Так, и вот пас на линию штрафной. И давай Торбинскому, блядь, в правую ногу пнул, сука. Осел ебаный, блядь. Так, вайл. Вардик, гейл. Гейл, завершай, сука, с левой, блядь. Прямо с защитником. Во вратаря точнее, блядь. Пиздец, я нервный, блядь. Мне лечиться нахуй надо. Давай, да дальше бы, блядь, сука. Ну как так возможно? Фантастическая четверка ебаная. А не казахи, ёб твою мать. Как там он мог, блядь, так перелететь, сука, к этому, блядь, подкату, ебану? Мы на тебе четвертый. Какая хуйня незаслуженная. Ладно, если бы он не забрасывал, пидорас, ссаны, блядь. То два просто богованных меча залетело в это ссанное дополнительное время, блядь. А тебе, блядь, выход с степи плетикоса во втором тайме в 90 минуты, где было, блядь. На, нахуй, мимо тебе, блядь. Чистый выход один в один. Просто он, блядь, прямо нахуй в это... Напротив этого ёбаного угла в шестёрку не попал. Как он там не попал, блядь? Ёбаная хуйня не игра. Зато тебе, блядь, попало два ссаных заброса. Ладно, надо успокоиться. Иначе вторую катку так же, блядь, хуёвым образом сыграю, блядь. На, всё, и закончился матч. Нахуй мне ещё последнюю атаку проводить. Рейтинг матча, Маноны лучше. Посмотрим сейвов. 10 сейвов. Ну, хотя там и сейвов только 3-4 было, блядь. Ибо остальное всё, блядь, в голкипера было. 373, блядь. Монеты мы заработали. На бронзовый пак даже не хватает. Ну, за 90... За 30 минут дополнительного времени снова один раз пробил. Сейчас успокоюсь и пойду искать второго соперника. Эту катку мы, в принципе, провалили. Итак, нашли на второго соперника. Я уже абсолютно спокоен после прошлой каточки. Смотрим у него состав. Рейтинг 70. И это русские ребята. У нас над ними преимущество, мне кажется. Тем более, Павлюченко и погребняк у него в атаке. Итак, первый подход к воротам. Плетикоса. Ух ты, что опасный дальний удар от Степи Плетикоса. Филимонов ошибается в воде мяча. И тут Гейл. Пас на Степи подкруточкой. Ну, завались, блядь. Филимонов сейвит. Пиздец. Наверняка же бил уже. Ну, подкрутка слабая. Надо было, наверное, просто охуярить. И всё, смотрим. Да, тут подкрутка прям в Филимонова пошла. Пиздец, лол. Так, Торбинский отбирает мяч. Торбинский здесь Степи ниже. И Степи чуть-чуть дальше. Гейл завершай. Блядь, опять Филимонова. Здесь Гейл на Варди. Отдаёт Варди совершенно один. Но нету Степи. Степи ниже. Отлично. Всё разыграли. Открываем счёт. Степи Плетикоса. С голевой передачи Варди. Как всё разыграли. Как подождались Степи. Очень классно получилось. Классный пас Гейла отметим. Мы здесь пяточкой на Варди. Степи Плетикоса. Пустые ворота. Забивает свой первый мяч в этом матче. Капитан наш тащит, блядь. Продолжает тащить. Ой-ой-ой. На Торбинского Плетикоса отдаёт шикарный пас. И в дальний Торба. Блядь, не попал Торбинский в дальний угол. Какой пас Степи отдал? И этот запорол момент. Пиздец. Так, Бертолачик. Где Степи? Степи, Степи. Вот он Степи. И давай завершай Степи. Блядь, опять прям Филимонов. Он может отскачет. Нет. Ну соперник. Какая пауза в такой момент. А пиздец. Соперник, блядь. Пиздец. В такой момент и сжать паузу. Наверное, усрался наш оппонент. Так, а мы здесь распасовываем атаку. По-прежнему распасовываем. Здесь Олбрайтон. И тот ниже Степи. Блядь. Гейл открылся на Гейла. Все, пошло. Открываем счет. Точнее, делаем счет 2-0. Гейл мяч забивает. Олбрайтон ассистирит. Пиздец. Я там высматривал Степи в этой атаке. Вот здесь вот Степи. Смотрите, открылся. А пас я не туда отдал. Вот это лол, да? Ну ничего. Счет 2-0. Надеюсь, соперник продолжит играть. Не будет ливать. Отбираем мяч. Спокойно. Антонини. И давай Степи. Ой, какой отличный пас на Степи. И вкасание в дальний. Сука, опять мимо. Он какие моменты не забивает. Порой просто пиздец. Ну, казалось бы, наверняка сходу в дальний. Ай, пиздец. Какой момент засрали. Ну и тайм заканчивается. 0 ударов у соперника. 7 ударов у нас. 4 в створ. 66 владения. Точность пасов полностью превосходим соперника. Соперник пытается играть просто дальними выносами на Пашу Погребняка. Погребняка и Павлюченко. Не знаю почему. Зачем. Для чего. В общем, ладно. Погнали второй тайм катать. Надеюсь, забьем еще. И здесь выход 1 на 1. Степи плеткосы. Степи, Степи. Ну, завершай. Давай. Бля. Перекладина. Ну, что за лол, бля. Перекладина в таком моменте. Блядь. Ну, Гейл, завершай. ГП. Да ебать, опять перекладина. Степи. Гошкой. Ай, бошкой не забили. Пиздец. Три перекладины в матче. Что за лол? Ну, давай, 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 давай. Кто-нибудь забегайте. Здесь ниже. Варди, Варди. Убираем на замахе. Еще одного. Проходим. И давай, Степи. Вот, отлично. Пас. Да, блядь, Филимонов теперь тащит. Да что за херня. Сколько моментов мы уже запороли, блядь. То перекладина, то, блядь, Филимонов, нахуй. Давай ниже. Ну, здесь-то мы должны забивать. И Степи, завершай. 3-0. Все. Дубль. Наконец-то мы забили этот сраный третий мяч. Голевая передача снова вардин. На Степи Плетикоса. И тот спокойно, хладнокровно забивает, по сути, в пустые ворота. Дубль, блядь. Двух игроков меняем. Ну, точнее, трех, если мы не пропустим до конца матча. Так, Игейл в атаке. Мы в атаке. Здесь принимаем мяч на фланге. Одна из последних наших атак. Просто раскрутили здесь соперника. Здесь Степи. Степи. Давай в дальний. Да как пробил-то кончено. Как кончено. Ебач. Но шведой в дальний. Ну, капитан наш. Пиздец. В какой момент просрались. Степи мог здесь пентатрик какой-нибудь, блядь, оформить. Ну и все. Закончился матч. 3-0 мы победили. Степи сделал дубль. Сыграли мы на ноль. Будем менять трех футболистов. Матч получился очень простой. Соперник очень слаб был. Но после такого поражения конченного, который был в первом матче. Такой матч очень кстати. Смотрим статистику. Ну, статистика здесь 1 на 16 ударов. Ну, тотальный перевес, короче. Что тут еще говорить. В общем, погнали. Менять футболистов теперь. Так, ну и начинаем менять футболистов. Первым пойдет из команды у нас Олбрайтон. На место у него приходит Инкс. Пейс 89. Удар 70. В общем, отличная, рарная карточка. Надеюсь, что он будет приносить пользу команде. Так, а вторым игроком у нас пойдет Дима Торбинский из команды. Сыграл он довольно-таки мало матчей в гибриде. Там, наверное, пару-тройку всего правил игр. В какой-то игре был довольно-таки заметен. Часто подключался к атакам. А на смену ему придет у нас Абинна. Кто смотрел выпуск с гибридом про Дефо, тот должен помнить его. Он там вроде бы забивал. Отдавал голевые передачи. Пейс 91. Удар 71. Есть физика. Левша. Очень классная карточка. Видите, он 35 матчей. Я им откатал. 8 плюс 8. Все эти игры. Он был именно ЦП. Так что вполне себе годно. Вот так вот у нас уже выглядит состав. Ну и третьим, кто пойдет из команды, это будет Евгений Макеев. Охуенная карточка. 85. Пейс физика тоже на уровне. Всегда отлично подключается к атакам. Кто собирает РПЛ или еще какие-то гибриды со Спартаком, рекомендую его покупать в свой состав на ЛЗ. А заменит у нас, как возможно кто-то и догадался, Денисов. Узбек. Пейс 84. Физика. Защита лучше, чем у Макеева. И также передача. Это, в принципе, важно и пойдет нам на пользу. Вот так вот у нас выглядит составчик. Теперь после этих двух каточек. Две катки получились разнообразные. В первой мы всосали. Нервы, психи, крики, лол. А вторую выиграли на изъячах. В общем, на этом-то и все. Всем, кому понравился этот выпуск, ставьте классы. Подписывайтесь на канал. Всех я вас люблю, обнимаю, целую. До новых встреч и всем пока.